МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую всех на телеканале ННТ. Новости 24 в эфире в студии Махач Курбанов. Короткий анонс о том, что сегодня увидите в нашем выпуске. Временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Васильев поднял ряд вопросов развития Дагестана с министром Российской Федерации по делам Северного Кавказа Львом Кузнецовым. Международная научно-практическая богословская конференция, проходящая в Махачкале, обсудили возрождение традиционного духовного наследия российских мусульман. Одна из встреч научно-практической богословской конференции состоялась и в Муфтиате республики. Двое дагестанских парадхэквандистов примут участие во всемирных играх под эгидой Международной Федерации колясочников и ампутантов. Владимир Васильев провел рабочую встречу со Львом Кузнецовым. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана обсудил с министром Российской Федерации по делам Северного Кавказа ряд вопросов о развитии республики. На повестке дня возрождение Махачкалинского морского порта. Тема выбрана не случайно. 8 ноября текущего года утверждена стратегия укрепления экономического и геополитического присутствия России в Каспийском море. В нее входит расширение связей с соседними странами, создание условий для дополнительного социально-экономического развития региона путем увеличения грузопотоков международной торговли, проходящих через порты Каспийского бассейна. У нас ключевая, я думаю, основа для возрождения как раз и Махачкалинского порта, интегрирования и других портов, и Астраханского, и Аля, в общей международной транспортной артерии. Я считаю, что для республики это, как говорится, ворота, знаете, и на восток, и дальше страны Азиатско-Техиканского региона. Сейчас как раз задачи стоят по расширению экспортного потенциала нашей страны в рынке продовольствия, и вот я считаю, что Каспий, люди как раз проживающие, да, там, это почти полмиллиарда человек проживает. Плюс потенциал нашей республики, которая, наверное, сейчас самая молодая по составу, и те рабочие руки, которые пока, к сожалению, мы еще не можем наличить. Там объект, это как раз то, что помогает решать задачи, которые вы говорите, совершенно правильно. Также политики обсудили строительство и облагораживание железнодорожных и автомобильных подходов к морским портам до 2030 года. Возрождение традиционного духовного наследия российских мусульман обсудили сегодня в Доме дружбы. В пленарном заседании Международной научно-практической богословской конференции приняли участие ученые из Северного Кавказа, а также гости из регионов России и за рубежа. Как проходила конференция, расскажут наши коллеги. Традиционное чтение священного Корана и выступление почетных гостей конференции. Среди них в рио главы Дагестана Владимир Васильев и муфти Дагестана шейх Ахмад Афанди. Для Васильева это первое и самое крупное уже на посту руководителя Дагестана мероприятие с участием духовных лидеров Северного Кавказа. В этом зале присутствуют люди, которые в трудные времена сумели сохранить Дагестан и Россию. Говорил Васильев о том, что и как предстоит сделать и изменить в республике вместе с народом, подчеркнув, что Дагестан является примером для всех сохранений мира и стабильности. Дагестан – это уникальная страна, уникальная республика. Уникальная тем, что здесь большое количество народов, которые живут долгие годы. В мире показывают пример всем остальным, что можно говорить на разных языках, можно иметь свою культуру, но при этом оставаться единым, мощным народом, многонациональным. Этот народ пока един, он непобедим. Диалог, встречи и конференции такого рода помогают решать общие проблемы современности, подчеркнул в своем выступлении муфти Дагестана шейх Ахмад Афанди. Он также отметил, что в последнее время приходится часто обсуждать проблемы сохранения духовного наследия мусульман России. Формирование духовных традиций и культуры, нравственных норм системы воспитания, семейных традиций у всех народов вращающую роль играет в религиозные стояния. И надо отметить, что духовное наследие мусульманских благословов в прошлых веках является главным богатством современных мусульман. Говорил муфти и о воспитании и ценностях подрастающего поколения. Подчеркнул, что сейчас молодежь больше подвержена рискам. В прежние времена, чтобы уберечь детей, достаточно было оградить их сценами своего дома. Сегодня же их мышление формирует социальные сети, и молодые люди нередко становятся жертвами псевдорелигиозного экстремизма и терроризма. Поэтому одной из главных задач, стоящих сегодня перед обществом, представителями власти и религиозными лидерами, является активное противодействие любым проявлением экстремизма и терроризма в нашей стране. Парламентские и законодательные деятельности этнокомфессиональные вопросы занимают центральное место. Сегодня конфессиональным, национальным и культурным диалогам уделяется большое внимание на всех уровнях. В современном мире, когда глобализация подтачивает основы национальной идентичности народов, стирает их язык, культуру, когда словно раковая опухоль растет, ксенофобия, исламофобия и другие фобии, тема религиозной идентичности, укрепление межкультурного и межконфессионального диалога звучит особенно остро и востребованно. Тему сохранения идентичности ценностей религиозных, гражданских и культурных затронул в своем выступлении глава Духовного собрания «Мусульман России» Альбир Хазрат Кырганов. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев после своего доклада передал муфтью Дагестана шейху Ахмаду Афанди орден за вклад в сохранение мира и стабильности на Кавказе и заслуги перед умой мусульман для передачи его семье Саида Афанди Аль-Чиркави. Для участников такого рода мероприятия являются площадка, диалог и обмена опытом, что немаловажно именно для ученых-богословов. Сегодня очень важно в исламское возрождение направлять русло наших традиционных ценностей. И вот задача нашей международной конференции в этом и заключается. Во-первых, мы должны сами еще понять, что такое наше богословское наследие. Мы очень плохо знаем, мы очень много говорим, наше наследие многоковое. А что конкретно, какие вот труды написаны, авторы, то есть плохо представляем. Конференция завершилась выступлениями руководителей восьми секций, которые проходили в течение дня и принятием обращения к мусульманам России. Атикат Магомедова, Магомед Магомедов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. В эти дни все внимание российских мусульман устремлено на Дагестан. В Махачкале проходит ряд крупных международных мероприятий на тему сохранения традиционных духовных ценностей ислама. Одна из встреч научно-практической богословской конференции состоялась в муфтиате республики. В ней приняли участие муфти регионов России, представители региональной власти, кандидаты и доктора наук. Подробнее Хамза Нурмагомедов. Тысячи последователей, сотни научных трудов, объединения народа и предотвращения войн на Северном Кавказе и в России в целом. О достижениях великих шейхов занял Расулева и Саида Афанди Аль-Черкови говорили в ходе одной из секций религиозной конференции. Они своим личным примером показывали эту жизнь. Докладчики отметили, что в смутные 90-е годы, когда началось массовое распространение идеологии ваххабизма и вербовка молодежи в террористической группировке, благодаря мудрым решениям и ясным наставлениям шейха Саида Афанди удалось сохранить чистоту ислама в Дагестане и по всей России. Это был авторитет, именно его авторитет, именно его учение повлекло за собой огромную армию муридов и богословов, которые действительно слушали его и слушали его учения. И, во-первых, это повлекло, во-первых, чтобы не допустить военные действия на территории Дагестана. Это раз. Потому что, если действительно какие-то военные действия на территории Дагестана разрешилось бы, то, конечно, это повлекло за собой нестабильность на все территории России. Также выступающие говорили о роли шейха Занилы Расулева в просвещении российских мусульман. Ишан Хазрат оставил заметный след не только в жизни своего народа, но и в истории и культуре мусульманского мира Российского Востока. Именно Ишан Хазрат Занилла Расулев дал на наставничество разрешение нашему дагестанскому богослову, бывшему тогда муфтию Северного Кавказа Сайфуллах Адеба Шларова. Для нашей страны это является одной из основ стабильной жизни, развития и процветания. Мы в Челябинской области это хорошо понимаем и прилагаем большие усилия для сохранения исторических памятников, культурного наследия. И проводим большие мероприятия, такие как Расулевские чтения. Создаем совместно с мусульманами мадресе. Передали здание нашему муфтиату. Выполнили за бюджетный счет проект реконструкции мадресе. И сейчас занимаемся совместно сбором средств на его реконструкцию. Доктор исторических наук Юлия Гусева выступила с докладом о суфийских шейхахах, которые жили в условиях советского политического прессинга. Она отметила, что молодежь должна видеть и понимать глубину суфизма, а донести ее до них задача нравственных авторитетов. Я считаю, что это высокие, высочайшие нравственно-этические ориенции. Это понимание того, как надо себя вести, как не надо себя вести. Говоря славами Маяковского, что хорошо, что плохо. Выступающие говорили также о том, что отдельные люди склонны судить об исламе по лозунгам радикальных политических сил, использующих исламскую символику. В нашей святой религии, религии Всевышнего Аллаха, есть определенные категории людей. Они хотят его пачкать. Они хотят в адрес ислама говорить ненужные вещи. Реально, ученые и интеллигенции, их мнение об этом другое. И ислам – это религия мира, и добра, созидание. Мы должны совместно и показать, что религия ислам – это религия мира. Некоторые региональные политики хотят оседлать тему шейхов и превратить их в локальное и национальное достояние одного народа. Но, как отмечают докладчики, шейхов делить нельзя. Они служили всем мусульманам. Национализация, игра, именами наших шейхов – это тоже недопустимо. И мы здесь тоже должны правильно просвещать людей. Хамзанур Магомедов, Гилач Крубан Алиев, телеканал ННТ, Махачкала. Ислам через призму научной психологии. От этого к высшему. Тема четвертой секции Международной научно-практической богословской конференции, которая проходила в Дагестанском государственном педагогическом университете. Среди спикеров и гостей секции были кандидаты педагогических медицинских наук, представители комитета по свободе, совести и другие религиозные и общественные деятели. Модератор сессии, проректор Дагестанского теологического института имени Саида Афанди Амарнухов. Среди главных спикеров Алия Павлова, представляющая русское религиозное общество. В своем выступлении она отметила высокую роль научной психологии в области ислама. Мы ставим себе задачу сохранить наши традиционные устои, культуру, обычаи, противодействие чуждым идеологиям и тем самым обогатить наш багаж. Главное сохранить ту молодежь, ту культуру, которая нам досталась от наших предков. И сегодня одной из базовых вещей этой конференции является именно эти задачи. Далее с обзором коротких новостей моя коллега Ларьяна Шамхалаева. Директора пяти дагестанских школ предстанут перед судом. Денежные средства вносились с директорами школ Левашинского района в кассу администрации. В последующем участники организованной преступной группы распорядились деньгами по своему усмотрению. С целью возмещения причиненного ущерба судом наложен арест на имущество обвиняемых в размере 5 миллионов рублей. Повышение цен на бензин ожидается в 2018 году в Дагестане. Инициатором выступило Министерство финансов России. Один литр топлива подорожает в рознице примерно на полтора процента. Изменения могут дополнительно принести бюджету Российской Федерации от 40 до 60 миллиардов рублей. Вырученные средства планируется направить на развитие дорожной сети. В Дагестане прошел конкурс работ о русских учителях. Конкурсанты представили архив фотографий русских учителей, приехавших в послевоенные годы в Дагестан по направлению. В номинации «Доклад» победила преподаватель русского языка школы-интерната номер 6 Наргиля Садыкова. В номинации «Эссе и рассказ» лучшими признали работы Лейлы Кулиевой и учителя начальных классов Шерфеусамовой. Балет «Горянка» по поэме Расула Гамзатова на музыку Мурада Кожлаева поставят в Астрахани. Хореографом станет народный артист СССР Олег Виноградов. В 1968 году он уже ставил данное произведение на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге и был удостоен государственной премии имени Михаила Глинки. Виноградов заявил, что это будет единственный балет на исламскую тему. О спорте. Двое дагестанских партхаквандистов примут участие во всемирных играх под эгидой Международной Федерации колясочников и ампутантов. Международные соревнования пройдут с 30 ноября по 6 декабря в Португалии. В состав российской команды на всемирные игры вошли Амир Риколаев и Кадибагама Амаров. Они оба выступят в весе до 61 килограмма. Напомним, что на проходившем в октябре этого года чемпионате мира оба наших атлета завоевали бронзовые медали. А на последних всемирных играх, проходивших в 2015 году в Сочи, дагестанцы завоевали 3 медали. Ну и напоследок курс валюты на завтра. Доллар 60 рублей 24 копейки, евро 71 рубль 17 копеек. Оставайтесь с нами. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова